Сражение при Лаппо состоялось 14 июля 1808 года во время русско-шведской войны 1808-1809 годов перед сражением. В середине июня 1808 года русские войска генерала Раевского вынуждены были отойти от Лилькюра к Сальме, оставив эльергарту Лаппо. Движение шведского отряда фельдмаршала Клинкспора со стороны Нюккорлибе заставило русских очистить Лаппо, которое было занято авангардом шведов. Вслед за тем после удачного для русских боя Уллин-Тулакса, главнокомандующий граф Букс Гевдин приказал Раевскому 8 июля перейти в частное наступление. Раевский усилил войска Уллин-Тулакса, объединив их под начальством генерал-майора Янковича и приказал атаковать отряд Фианта, отступившего к Перха. А чтобы облегчить Янковичу задачу, решил наступать на Лаппо, которое было занято слабым отрядом Эрнрота. 8 июля Раевский атаковал Лаппо частью своих сил с фронта, направив в тыл две роты Великолудского полка, хотя действия Раевского и оказались неудачными. Но шведы вынуждены были очистить Лаппо и отойти на новую позицию, с которой, однако, также отступили, опасаясь нового обхода. Раевский занял Лаппо и, зная о превосходстве сил противника, решил в случае перехода шведов в наступление обороняться. Он приказал Янковичу, разбившему в это время шведов у Перха, отойти обратно к Лентулаксу, отправив в Белозерский полк и один эскадрон Гусар-Клаппо. Клингспор, получив сведения о поражении Фианток, колебался в своем намерении наступать, но, побуждаемый шведскими генералами и особенно начальником штаба Адлер Крейцем, решил двинуться вперед. При этом он передал командование войсками генералу Адлер Крейцу, а сам, под предлогом отдачи распоряжений по устройству тыла, накануне боя отправился в Нью-Корлебю. Вечером 13 июля передовые части шведов оттеснили высланную вперед русскую кавалерию, а с рассветом следующего дня противники начали одновременно наступление. Ход сражения. Авангард Раевского около 4 часа атаковал передовые части шведов, но вынужден был отступить и завязал упорный бой. Шведы заняли лес, который отделял равнину Лапы от поляны у деревни Кауховы, но продвинуться далее не могли, пока около 8 часов не подошли главные силы. Выдвинувшаяся вперед Савалакская бригада Кранстета атаковала русский авангард и заставила его отойти до восточной окраины Лапы, где русские удерживались до подхода остальных сил шведов, вынудивших его отойти на позицию, занятую основными войсками Раевского. Раевский первоначально расположил войска впереди Лапа на северном берегу реки. Так как путь отступления отходил от правого фланга, то для обеспечения его Раевский поставил уступом впереди северные деревни Леухтари. Великолуцкий пехотный полк с четырьмя орудиями, а два батальона, составлявшие его резерв, были выдвинуты восточные капушки леса. Наконец, для прикрытия пути отступления были расположены около деревни Кайола-Трирот и Петровского пехотного полка. У деревни Леухтари был устроен через реку Лапа плавучий мост, а вдоль берега – колонный путь, укрепленный в топких местах фашинами. Хотя силы Раевского не превышали 4100 человек при 15 орудиях, но он растянул их на три версты по фронту. Чтобы заставить шведов принять бой на открытой равнине, впереди фронта были высланы густые стрелковые цепи, скрытые кустарниками. Адлер Крейц, силы которого превышали 5000 человек, имел возможность направить главный удар на центр растянутой позиции русских и на их правый фланг. Отрезая этим Раевскому путь отступления на Сальме и прижимая его к реке, но он решил ввести атаку одновременно на оба фланга. После незначительной артиллерийской перестрелки на русский левый фланг двинулась бригада Дюбельна, которая, попав под жестокий огонь, вынуждена была приостановиться. Адлер Крейц, опасаясь перехода русских в наступление против правого его фланга, задержал направленную для атаки правого фланга Раевского бригаду Греппенберга и приказал части ее выдвинуться в направлении на Алапе. Для прикрытия правого фланга Дюбельна, бригада последнего, по-прежнему расстреливаемая, двинулась вперед и, выйдя на северную часть деревни Лапа, кинулась на штурм последний. Встречный здесь 23-й егерским полком, на поддержку которому прибыл вскоре Калужский мушкетерский полк, шведы не могли, невзирая на помощь своей артиллерии, овладеть этой деревней. Пока не подоспели остальные атакующие части, тогда русские начали отходить на южный берег реки Лапа. Таким образом, бой сосредоточился уже на левом фланге, куда Адлер Крейце притянул большую часть сил. Вследствие этого против правого фланга Раевского оставалась только небольшая часть бригады Кранстетта. Раевский приказал теснить ее и стараться обойтись слева. Шведов ввели в дело резерв, но держаться не могли, угрожаемые обходом 26-го егерского и петровского пехотного полков. Адлер Крейц получил донесение об угрожавшей его левому флангу опасности в то время, как Дюбельну удалось утвердиться на северной окраине Лапа. Тогда он приказал Кранстетт ударить с резервом на правый фланг русских. Кранстетт вводил свои войска в бой по частям и не мог одержать успеха. Русские держались здесь до тех пор, пока весь отряд Раевского не начал отступления, вынужденный к этому значительным превосходством противника. Тем не менее, Раевский, отойдя на новую позицию впереди деревни Леухтари, перешел в контратаку. И только пожар в этой деревне заставил его отступить на Сальме. Русские войска, слабо преследуемые шведами, в полном порядке отошли в этот день только к опушке леса. Восточные деревни Нюкайола и остановились, готовые дать новый отпор противнику, но шведы отказались от атаки. Итоги сражения, в бою у Лапа, продолжавшемся 13 часов, шведы потеряли 162 человека, а русские около 200 человек. Результатом этого сражения было то, что шведы захватили в свои руки кратчайшие пути к Вазе, откуда могли получать подкрепление. Поддерживая связь с флотом, русские же вынуждены были отойти на юг. В тактическом отношении необходимо отметить целесообразные распоряжения Раевского, стремившегося ввести противника в заблуждение своим растянутым расположением и заставить его направить главный удар не на важнейший участок. Позиции Адлер Крейт, же не оценивший истинного значения флангов русской позиции, ввел бой так как это было выгодно Раевскому. Источники Военная энциклопедия Патрит В.Ф. Новицкого и Д.Р. С.П.Б. Т.В. и В.С. и Тина 1911-1915 С. От 505 до 506 Военный энциклопедический лексикон Вторые лист Т.8 С.П.Б. 1855 С. От 48 до 49 К.А.П. Длиб. Рессл. Ру. В.Ю.Р. 013-54-29-59 Решетка П.А.Ш. Равно 5 Михайловский Данилевский Описание финляндской войны на сухом пути и на море В.1808-1809 году С.П.Б. 1841 С. От 173 до 175 Шведская война 1808-1809 год Составлена военно-историческим отделом шведского генерального штаба Перевод группы офицеров бывшего финляндского военного округа под общей редакцией генерал-майора Алексеева и полковника НИВЕ Часть 2 С.П.Б. 1907 С. От 193 до 209 Энциклопедия военных и морских наук Составлена под главной редакцией генерал-лейтенанта Г.А. Лейра Заслуженного профессора Николаевской академии генерального штаба С.П.Б. Типография В. Безобразовый градус 1889 Т.А.В.С. 507